Привет, мои дорогие! Сегодня я хочу прочитать вам сказку, которая называется «Ёжка». Эта сказка написана для детей, но на самом деле в ней очень много психологии и взрослым она тоже будет полезна. По тропинке ёжка шёл, рыжий мухомор нашёл, ням-ням-ням, и от гриба не осталось и следа. Травка весело шуршит, по полянке ёж бежит. Глазки бусинки блестят, ищут свеженьких жучат. Тут наш ёжка присмирел, вдруг животик заболел, в ямку кое-как спустился, полежал и сном забылся. Снится ёжке страшный сон, будто заблудился он, в чаще тёмный и густой, потеряв свой дом родной. И вокруг, во всём лесу, слышно только тишину. Вдруг, дыхание затая, ёжка увидал рога. Из тягучей дымной мглы приближались они. Как посмел ты, мелкий вор, съесть мой лучший мухомор? Ёжка в страхе затряся, разглядев вблизи лося. Эй, проснись, ты жив? Ответь! Ёжик обудил медведь. Миша, где я? Мой животик. Что, объелся бегемотик? Жди меня, и я приду, трав циребных принесу. Буль-буль-буль, журчит ручей. Подходи, меня попей. Ёжка, радость-то какая! Я как раз попить мечтаю. Наклонился он к воде, удивился сам себе. Неужели это я? Здравствуй, мордочка моя! Он попил водицы в волю. Тут медведь пришел с травою. Стал он ёжку врачевать, уложил его поспать. В мягких лапах медведя ёжка наш проспал полдня. А проснувшись, понял он, что животик исцелен. Миша, ты мой лучший друг, от меня прогнал недуг. И покуда я живой, буду помнить подвиг твой. И обнявший медведя носом сопельку пустя, ёжка с ним тепло простился и домой к себе пустился. Шишки весело шуршат, лапки маленьких ежат, их пинают, как мечи. Эй, им ёжка наш кричит. Мама, мама, погляди, ёжка блудный впереди. Ах, нашелся, наконец, мой несносный сорванец. Мама ёжку обнимала, за иголки потрепала и форчащую гурьбой все отправились домой. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, вы видите здесь скрытые смыслы. И пока-пока, до встречи в моих новых видео.